Нужны лампочки на столбы у дома. Дети начали учиться, возвращаются из школы уже в темноте. Так звучит первая просьба жителей домов номер 166 и 168 по улице Давыдова. На сходе возле дома номер 150 тоже заявили о том, что на улице Горького не все лампочки горят. Народу разъяснили и причину этого. В прошлом году в городе 700 лампочек были заменены на светодиодные. К сожалению, многие из них оказались бракованными. Город за эти лампочки не платил. А плата должна была произвестись по программе за счет сэкономленных средств. В этом году будет поставлена партия в тысячу лампочек. То, что их до сих пор не заменили, было связано с проведением конкурса на установку лампочек. Руководитель ответил, что эта работа скоро начнется. Город растет и с год в год увеличивается число легковых машин. Стала проблемой парковка их на ночь возле многоквартирных домов. Ведь возле многих из них тесно. Сейчас машины оставляют на тротуарах, газонах, детских площадках. За это на владельцев составляются протоколы об административных правонарушениях. Возле дома номер 168 многие участки остаются пустыми. Они зарастают сорняком. Если и дальше на придомовых участках будут расти сорняки, то здесь будет устроено место для парковки машин. Жильцы дома номер 168 высказались о том, что рядом в парке Победы зимой тротуары от снега не очищаются. Не только летом, но и в другое время года. Это прекрасное место для пробежек, детских прогулок. Стоит отметить, что прежде Мамадыши в одном или нескольких многоэтажных домах было одно ТСЖ. Теперь товарищества будут по одному в каждом ТОСе. Председатели работают на платной основе, а в многоэтажных домах назначаются старшие по дому. Они должны работать на общественных началах. Все просьбы, озвученные на сходах, регистрируются, определяются пути их реализации. В дальнейшем об их выполнении людям будет сообщено на очередном сходе.